Приветствую. Сегодня я расскажу о книге «12 стульев» автора Ильфа Петров и повествует она о том, как два человека, а именно великий комбинатор, как он сам себя называет, Остап Бендер и Мещанин, аристократ, бывший аристократ Киса Воробьянинов ищут фамильные драгоценности, которые были спрятаны в один из 12 стульев и были завещаны самому Воробьянинову от его ныне покойной матери, к тому моменту покойной. Книга является, по сути, бутовским романом, то есть что из себя представляет? Похождение, приключение того или иного человека. В данном моменте их два, как я сказал ранее. Но помимо этого она наполнена множеством шуток, да и вообще пропитана юмором насквозь, так как сатиру можно найти практически везде. И самое удивительное, что этот юмор, он хоть и доступен всем, но прищерпнут из него только те, кто, наверное, имеет опыт с русским менталитетом и, наверное, жил в России какое-то время. Настолько родные темы. Ну да ладно. Взять хотя бы случай на пароме. Типичное проявление русской смекалки. Им нужно было попасть на паром, и там находился стул, который они должны были проверить. А вдруг там, собственно, фамильные бриллианты. Ну, просто так им попасть туда не удалось. А под видом художников, которые должны были выполнить заказ для большевиков, а именно огромный плакат с каким-то рабочим. Он был, правда, огромным. Ну так вот. А поскольку эти двое рисовать совершенно не умели, Остапу пришла в голову просто гениальнейшая идея, а именно поставить воробьяниного куда-то наверх, и солнце, светив на него, отбрасывало тень прямиком на плакат. Ну, Остап отвел его, но так как паром был постоянно в движении, да и солнце на месте не стоит, рисунок получился кривым и убогим. Тем более, не дорисованным отчасти совсем. Ну, а в конечном итоге стул-то они получили, поскольку пробрались на паром. Лично мне понравился другой момент, а именно, когда Остап выторговывал стул у так называемой элочки-людоедки. Поясню, это дама, у которых в запасе, как и было сказано ранее, всего 32 слова, и они прекрасно обходятся этим, мол, для коммуникации и для общения в целом, что часто одно и то же. Ну, я думаю, стоит подвести это дело к концу. Советую прочитать эту книгу для расширения своего кругозора, и чтобы, наконец, прочувствовать тот тонкий юмор, который буквально пронизывает все произведение, и который я не смогу вам передать. Вот, как-то так.